Ну, да, есть друзья, которые, ну вот они так отдыхают. Вот нажрался, спел и упал, нажрался, спел и упал, поел, выпил, на диету, поел, выпил, на диету. Романтика, но очень важная мысль, которую я пропагандирую при любой удобной возможности. Иногда в транспорт только захожу, в троллейбус, значит, говорю, добрый вечер, друзья, сегодня мы поговорим о плотности колы. Сергей Михайлович, выйдите, пожалуйста, вот ваша остановка, дайте нам поехать, проехать спокойно, возражают мне люди. Но я не таков, продолжаю свою пропаганду. Так ты хотя бы попробуй, ты хотя бы потренируйся, ты хотя бы попробуй, вот, хоть как-то немножечко там устоять. Ну, иногда уже есть внутреннее решение переедать. А она идет в гости, она еще обманывает себя. Нет, я там буду только на дискотеке, я, значит, там, а мысль, а уже там внутри приняла решение, нажрусь. Уже прям, вот что-то внутри уже у нее сложилось вот это решение. В эфире наше стройное радио. Здравствуйте, друзья. Астрофизики сообщают нам прискорбную новость, что наша Вселенная расширяется. И некоторые замечают, что это прямо происходит в области боков. Вот почему-то Вселенная решила расширяться в самых неподходящих для этого местах. Как сделать так, чтобы Вселенная прекратила безобразничать? Как делать так, чтобы Вселенная начала сужаться в области боков и чуть ниже, и в том месте, где спина теряет свое достоинство? Вот об этом мы говорим на наших прямых эфирах. Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Тема сегодня связана с тем, как питаться в компаниях. Как бывает, как вот устоять, когда... Ну, все-таки, более или менее как-то с некоторой осторожностью, но жизнь налаживается. Уже многие позволяют себе выйти куда-то из дома, и иногда даже встречаются с людьми, в смысле в жизни, а не как в последнее время, все по скайпу да по зуму, а как-то вот уже в жизни. И здесь же возникает очень частая летняя история, как не переесть в компании, как сходить в гости без разрыва желудка, как, значит, сходить к любимой подруге, чтобы не треснуло ничего из одежды. Как вот так вот сходить к друзьям, чтобы сохранить человеческое достоинство, и чтобы у меня за вас потом не краснели уши. Потому что, друзья мои, иногда, знаете, она переедает, а уши краснеют у меня. Вот как такое может быть? Ну, как вот так ей себя вести, чтобы сразу по ее поведению было понятно, что она подписана на доктора обложка, сразу по ней видно. Вроде с достоинством все. Какой доктор такие похудевшие? Как-то она с достоинством. Значит, ей вот так вот пирожные-то протягивают, а она вот так вот, вот так вот, вот я не такая. Вот как вот ходить в гости, как вести себя в гостях, как вести себя с друзьями и подругами, чтобы как-то потом не было мучительно больно. Вот такая сегодня тема. Она большая. Я расскажу основные моменты, но я надеюсь, даже они будут вам полезны. Ну, да. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Давайте будем начинать наш познавательный эфир. Надо сказать, надо сказать, что прежде всего, ну, все вы помните, что в своей пропаганде здоровья и стройности, и здорового образа жизни, я часто упоминаю такое понятие, как плотность калорий. Что-то такое. Это такое ключевое понятие питания для снижения веса, но оно очень простое, понятное и рабочее. Ну, то есть оно эффективное. Продукт, питание за день и тарелка годится для снижения веса, если в этом питании граммов больше, чем калорий. То есть, если по итогам дня у вас и туго в граммах больше, чем и туго в калориях, вы будете сбрасывать вес. Вы на верном пути. Да, там история непростая. Если вам интересно, посмотрите запись эфира про плотность калорий. Но это работает как на уровне рациона за день, точно так же это работает на уровне тарелки. Тарелка, вот конкретно, что вы там едите, способствует для снижения веса. Если, опять же, в ней граммов больше, чем калорий, тарелка, которая перед вами, особенно хороша для снижения веса, если в ней граммов в два раза больше, чем калорий. Ну, условно говоря, если у нее там 400 граммов еды и 200 килокалорий, это прекрасная тарелка для быстрого снижения веса. Я сейчас в эту тему не буду уходить. Ну и опять же, мы там, когда выбираем продукты, комбинируем их на тарелки, мы их комбинируем таким образом, чтобы по итогам тарелки итогов в граммах получилось в два раза больше, чем итогов в калориях. Это хороший принцип организации питания для снижения веса. Это такая немножечко сложная, но очень важная мысль, которую я пропагандирую при любой удобной возможности. Иногда в транспорт только захожу, в троллейбус, значит, говорю, добрый вечер, друзья. Сегодня мы поговорим о плотности калорий. Сергей Михайлович, выйдите, пожалуйста, вот ваша остановка. Дайте нам поехать, проехать спокойно, возражают мне люди. Но я не таков. Продолжаю свою пропаганду. Ну так вот, на удивление, вот этот принцип плотности калорий еще работает и с вашими друзьями. Оглядитесь, составьте списочек, повспоминайте, а какая плотность калорий у ваших друзей? Если все ваши друзья больше, чем 100 килограммов, это значит, плотность калорий ваших друзей высоковата. Это значит, что как бы... Очень важная мысль. Значит, смотрите. Это не значит, что не нужно есть продукты больше, чем 100 килокалорий на 100 граммов. Иногда немного можно. Один раз ниже рабаса. Это не значит, что не нужно там дружить с людьми, у которых больше, чем 100 килограммов на одно лицо. Нет, ни в коем случае. Но вы просто составьте список, вы приглядитесь. Если все лица среди друзей у вас с высокой плотностью калорий, то есть вы смотрите на фотографию и прямо видите, что у вас, друзья, повышенной жирности. Да, иногда попадаются средней жирности, но прям обезжиренных-то нет друзей. Ну прям ни одного. Все прекрасны. Все красивые. Все со всех сторон. Потом там вот выехали на приор. Сначала вроде смотрят. Смотрят на... Что-то зрение-то еще... С годами-то зрение не очень. Что-то... Что за фотография? Что-то... Лежбище? Коти? Тюлени? Что-то? А, нет, это мы с друзьями на пикнике. Пригляделось. Смотрят. Все друзья красивые. Все друзья с высокой плотностью калорий. Друзья мои, это дурная примета. Это дурная примета. Это к перееданию. Если вы идете в компанию, где люди любят повеселиться, ну, что греха таить, а особенно пожрать, уж простите меня за вульгаризм, это дурная примета. Это к перееданию. Будьте прямо осторожны. Поэтому очень важная мысль. Первое. Заводите низкокалорийных и обезжиренных друзей. Они снизят вам плотность калорий вашего общения. Плотность калорий вашего... Если все друзья у вас очень калорийные, вам просто будет тяжело. Они вас будут оттянуть не в ту сторону. Вы будете худеть не в ту сторону с такими друзьями. Ну, то есть набирать вес. Если хотя бы иногда у вас попадаются узкие друзья, суженные друзья, как, знаете, говорят, где же ты мой суженный? Это на самом деле сейчас имеется в виду, где ты мой похудевший? То есть как бы, когда вот женщина вот так гадает на суженого, это значит, она гадает на какого-то стройного мужа себе. Сейчас вот, видите, слова приобретают какие-то новые значения в нашем... Где же ты мой суженный? Так вот, если у вас есть хотя бы иногда попадаются какие-то суженные друзья, вы на верном пути. Ну, или обезжиренные, те, которые сами сбросили вес и сохраняют стройность. Ну, или, что греха таить, нольпроцентные, которых, знаете, все, как люди говорят, хуже вас, Сергей Михайлович, у меня есть знакомый, хуже вас. Вот такая. И жрет, и жрет, и все, и все. Но, понятно, что смотреть на таких обидно, что, дескать, она все ест. Но, очень часто у таких людей есть чему поучиться, есть чем заняться в их компании. Ну, потому что, если у вас есть знакомые, которые умеют еще что-то, кроме как пожрать, извините меня за вульгаризмы, но они как-то еще по-другому проводят время, проводят выходные, ну, может быть, это как-то вас вдохновит. Ну, да, есть друзья, которые, ну, вот они, ну, они так отдыхают. Вот нажрался, спел и упал. Нажрался, спел и упал. Поел, выпил, на диету. Поел, выпил, на диету. Романтика. Если у вас есть друзья, которые еще хоть что-то интересное в этой жизни умеют, кататься на велосипеде, что-то там на ролике, что-то там в горы, что-то там в бассейн, что-то там, ну, хотя бы шевелятся. Что-то уж не совсем уж прямо, уж в жировом болоте-то погрязли. Вы все равно будете на верном пути. У вас должны быть друзья, с которыми у вас будут какие-то еще увлечения, кроме как поесть. И это очень вам поможет. Хотя бы их чередуйте по принципу плотности калорий. Да, я вот на прошлой неделе встречалась с друзьями, у которых там, значит, ну, жирноватый. Жирноватый. Прямо так вот, можно за складочку прямо щипнуть. Да. Значит, все. На этих выходных мне нужны какие-то низкокалорийные друзья, чтобы плотность калорий была, чтобы плотность калорий была пониже. Заводите друзей, с которыми вы можете разделить какие-то привычки, связанные со стройностью. Какие-то привычки, связанные с какой-то повышенной физической активностью и так далее. Дальше. Очень важный момент. Но. А как же продолжать общаться с друзьями, у которых есть лишний вес? Как же продолжать общаться с этими друзьями? Это очень важный момент. Потому что, ну, с одной стороны, иногда тоже люди совершают ошибку. Иногда люди совершают ошибку. Они говорят, в процессе снижения веса начинают как-то вести себя немножечко заносчиво. Говорят, что все, знать вас не хочу. Вот это прямо какое-то вот это вот жрете и жрете. Жрете, сколько можно вообще? Ну, хватит уже. Я уже побыла толстая, хватит. На этой неделе опять веду контрольные, вот вчера, контрольные занятия. Ну, у меня там есть такие контрольные занятия, когда я через месяц, через два, через три мы подводим итоги, я рассказываю дополнительные рекомендации. Ну, короче, мы движемся по трехмесячной программе по снижению веса. Провожу контрольные занятия и женщина, контрольная встреча через месяц, она говорит, я, говорит, поняла. Я, говорит, вот месяц-то сбрасывала вес, все не знала как бы зачем. Ну, слушаюсь, выполняю, вижу минус на весах, а тут прям поняла зачем. Я говорю, ну, так и что вы там поняли? Она говорит, а я решила попробовать быть худой. Я решила, я, говорит, все в этой жизни попробовала уже, Сергей Михайлович. По молодости попробовала все. И такого попробовала, что прямо вот даже и не надо было пробовать, но на всякий случай попробовала. А вот худой-то не побыла, а уже как бы молодость-то, она же не бесконечная, надо, хочу попробовать побыть худой. Вот прямо решила, вот поняла, зачем я худею. Там у нас такая есть часть мотивации. Зачем мы... Решила попробовать быть худой. Каково это? Все перепробовала, а худой еще быть не пробовала. Ну, так вот. Иногда люди ведут себя вот чуть-чуть заносчиво. Они говорят, я решила все, я решила быть худой, поэтому с вами общаться больше не буду. Но это тоже не очень верно. Принцип очень простой. Если вы знаете, что у вас есть какая-то подруга, которая очень любит поесть, ну и вы прямо знаете, что если вы встретитесь, она не просто будет беседовать с вами о Бетховене, она будет намазывать бутерброд. Она так устроит. Она вот что-то рассказывает, а руки раз-раз-раз напекли блинов. Ну вот как они, знаете, вокруг нее блины самозарождаются, они как-то появляются, какие-то сладости, а тут раз-раз-раз, и вот полный стол всяких соблазнов. Ну вы знаете, вот она такая, она мороженый десерт может сделать из ничего, брызг воздуха, как Акопян, раз достала какой-то торт, вот откуда, мы там в лесу с тобой, откуда ты взяла торт? Она раз-раз руками помахала эклеры. Как у нее это происходит? Непонятно. Но вы за ней такую знаете особенность, что она прям как-то как царевна-лягушка может эклеры из рукава доставать в самый неподходящий момент. Очень важная мысль. Вы, пожалуйста, встречайтесь с ней на каких-то территориях, где переедание маловероятно. Ну не заходите к ней домой, ссылайтесь на самоизоляцию. Сейчас вирус лютует, не пойду к тебе домой. Давай лучше в парке встретимся, давай лучше на набережной, давай лучше, значит, в лесу, в дремучем где-нибудь, подальше от продуктового, подальше от конди... Ну вы так ей не говорите, но смысл в чем? Если вы человека выводите из какой-то его территории, где у него заначки повсюду продуктовые и так далее, вы можете нормально пообщаться и весело провести время и не обожраться. Ну или в крайнем случае даже собрали какие-то там, какие-то правильные приемы пищи, даже ее там какими-то своими, своей едой по метаболическому принципу угостили и таким образом ее нейтрализовали. И с подругой встретились и не переели. Очень важно. Иногда люди совершают такую ошибку. Я часто это знаю. Люди совершают ошибку. Люди в программе по снижению веса говорят мне, ой, Сергей Михайлович, мне проще вообще ни с кем не общаться. Вот сейчас я завершаю программы, ну вот когда у меня там трехмесячная программа заканчивается, говорю, ну как? Так, наверное, на самоизоляции один сброшенный килограмм за два считается. И половина мне говорят, да, прям очень было тяжело, особенно те, которые с маленькими детьми, говорят, очень было тяжело, особенно первое время. Но другая половина говорит мне, да вообще нормально было худеть, да никто ко мне не лезет, да значит свободное время на себя. Ну вот по-разному это все у всех проходит, как я вижу, но иногда люди совершают такую ошибку. Они говорят, я сейчас худею, начинаю всем звонить, я к вам не пойду, и меня, пожалуйста, не зовите, потому что я знаю, вот позовете, жрать начнете, мне будет хотеться. Нет, я теперь уже не такая, все, я не такая, и я к вам не пойду. Вот похудею, ждите. И, конечно же, она сбросит вес. Но как вы думаете, что с ней случится за первым же праздничным столом? Ну вот она сбросила вес, вот в самоизоляции, в схеме вот в этой, в затворничестве, в пустыне, в избушке, в лесу, только с интернетом, только меня слушали все эти три. Да, она сбросила вес, но что с ней случится на первом же, на первом же шухере, на первых, в первых же гостях? Переедание, бессмысленное и беспощадное. Отрыв и падение лицом в торт. Демонстрация глубин человеческой низости. Это почему? Потому что, смотрите, да, она научилась, как можно сбрасывать вес дома, но она не научилась, как можно ходить в гости и при этом сбрасывать вес. Как себя вести, она не готова, она не подготовлена. Поэтому я, конечно, в процессе снижения веса рекомендую по чуть-чуть ходите в гости, встречайтесь с людьми, учитесь защищать свою стройность, учитесь, как себя вести в гостях, чтобы не переедать. Это следующая часть моей сегодняшней речи. Поэтому, конечно же, начинайте с низкокалорийных друзей, потом переходите к обезжиренным, ну и со временем, когда вы уже накопили достаточное количество уверенности, можно уже ходить к друзьям с повышенной жирностью, чтобы как-то там уверенно и устойчиво себя вести. Теперь, как же все-таки вести себя в гостях? Как же вот так вот, все, она уже идет в гости, если уже прям ей, она уже идет, все, что ей делать? Опять же, здесь одна из очень частых ошибок заключается в том, что иногда люди, у них прямо внутреннее решение, я прямо замечаю, какое-то внутреннее решение переедать. Она говорит, ну нет, ну все, я уже согласилась в гости, я уже иду, и иногда мне люди прямо пишут, Сергей Михайлович, беру отпуск от похудения до понедельника, за свой счет. Я говорю, какой отпуск от похудения? Вы что, у нас трехмесячная программа? Говорит, ничего не знаю, я уже объелась, уже поздно. Подождите, какое поздно? Очень важно быть последовательной в процессе снижения веса, очень важно быть непротиворечивой, там вот это все, а люди уже. Иногда люди это используют как внутреннее разрешение на переедание, и это ошибка. Иногда люди драматизируют вот эту всю ситуацию, они все равно будут уговаривать, и я не устаю. Так ты хотя бы попробуй, ты хотя бы потренируйся, ты хотя бы попробуй, вот хоть как-то немножечко там устоять, но иногда уже есть внутреннее решение переедать. А она идет в гости, она еще обманывает себя. Нет, я там буду только на дискотеке, я значит там, а мысль, а уже там внутри приняла решение, нажрусь. Уже прям, вот что-то внутри уже у нее сложилось вот это решение. И очень важная мысль. Ну не надо вот уже заранее принимать вот это решение. Ну не надо уже прям с вот этим внутренним решением вот так вот идти в гости. Вы, ну дайте своей стройности шанс. Ну вы попробуйте отнестись к этому походу в гости не как к неизбежному падению, а как к эксперименту, как к вызову. Я попробую там в гостях все-таки собирать метаболическую тарелку, выбирать продукты с низкой плотностью калорий, по крайней мере, ну не ронять человеческого достоинства, минимизировать, я по крайней мере попробую, не знаю как получится, но я по крайней мере попробую. Вот этот вот правильный настрой, я попробую, как можно себя вести в гостях таким образом, чтобы, например, уложиться в свою равновесную калорийность, чтобы у меня не было там хотя бы плюсы на следующий день. Уже победа, уже я молодец. Здесь есть чем гордиться, потому что иногда вот люди, они говорят, да чем тут гордиться, сходила в гости и не нажралась, чем тут, в кои-то веки я вела себя как нормальная, не то что раньше, чем тут гордиться. Ну на самом деле, ну здесь есть чем гордиться. Она сходила в гости и не переела. Ну здесь есть чем гордиться, это маленькая, но все-таки победа. И будьте осторожны с вот этим внутренним решением. Иногда опять же, иногда люди совершают ошибку. Люди приходят в гости и опять же начинают вести себя провокационно. Она вот знаете, с каким-то таким омерзением, каким-то знаете, отвращением смотрит на жрущих. Но она-то уже подписалась на модного диетолога. Она же уже прямо следует всем. Она же записалась на программу по снижению веса. У нее-то уже там минус пять, она вообще там уже, она уже поглаживает себя по талии. И она вот так смотрит на жрущих с каким-то прямо таким выражением. Вы жрете? Господи! Ой, прям, как уже? Вы прямо жрете и жрете. Прям, ну что-то такое. Люди, опомнитесь. Ну что же вы? Молодость проходит, а вы с набитым ртом. Да что-то такое-то вообще. Давайте, давайте вот это отринем. Давайте вот перестанем так делать. Ну вот прямо вот она как-то вот так себя ведет. А люди прям, знаете, они как бы, у них сало прямо аж во рту. Они говорят, аж, ну это же как, ну как быка дразнить. Они же аж жевать прекращают, что она выпендривается. Ну, ну она сама провоцирует. Ну не надо прямо вот жирущих провоцировать-то уж совсем вот так. Наша задача вот так вот, вот так вот гибко. Вот так вот гибко. Значит, какая рекомендация? Я всегда даю эту рекомендацию. Там, за столом, собирайте метаболическую тарелку. Собирайте метаболическую тарелку. Начните всегда с метаболической тарелки. Белок, углевод и клетчатка. Что у них тут из белка? Помните вот эту мою рекомендацию. Всегда собирайте метаболическую тарелку. По крайней мере, это минимизирует ущерб. Что у них из белка? Вот у них там шашлык есть нежирный, вот у них там курица, вот у них там рыба на пару вообще повезло. Смотрите, сколько вариантов. Что у них из углеводов? Вот у них картошечка молодая, молодцы. Вот у них там фрукты, нормально. Вот у них там что-нибудь, что там еще чаще за столами-то бывает. Ну, что-то вот такое. Что у них из клетчатки? Вот у них капустка, вот у них грибочки. Раз-раз-раз. И она уже тарелочку собрала себе. Ну, или вообще прям по метаболическому принципу. Или хотя бы с плотностью калорий меньше единицы. Это маленькое, это простое упражнение. Попробуйте сделать так, чтобы итого в граммах на тарелке у вас было больше, чем итого в калориях. Это уже будет огромный шаг вперед. Это уже позволит вам минимизировать ущерб. Это позволит вам уже увидеть какой-то минус на следующий день. Поэтому, например, дальше. Один из частых вопросов. Люди говорят, Сергей Михайлович, я в общем-то, вообще нормально все было. Я прям, вы бы мной гордились. Вы бы мной гордились. Прямо выколупывало из салата креветки. Ну, потому что в креветках низкая плотность калорий. А, значит, там... Вот в этом соусе там многовато. Я, значит, билась как лев. Идеальную тарелку там себе собирала. Вообще прям наелась. Получила удовольствие. Вы бы мной гордились. До тех пор, пока я не выпил алкоголь. Вот прям до этого момента. Вы бы мной, Сергей Михайлович, прямо гордились. Но когда я выпил алкоголь... Лучше... Не смотрите, Сергей Михайлович. Вот сейчас прям не смотрите. Да. Действительно, друзья мои, будьте внимательны. А алкоголь, в этом его опасность. Он провоцирует переедание. Он опасен не только повышенными калориями. Он опасен не только тем, что он замедляет расщепление жира в печени. Алкоголь прежде всего опасен тем, что он провоцирует переедание. Ну, в нашем с вами случае. То есть, там какая история. Задача нашего мозга – уговорить нас на маленький грех. И если человек записался на программу по снижению веса, если человек пообещал доктору, что будет хорошо себя вести, ну, в плане пищевого поведения. Ну, как-то... Там уже что-то там переесть. Уже борьба мотивов. Уже какие-то сомнения внутри. Все равно же потом отчет доктору присылать. Это прям важный момент. Я вот опять же вчера вел контрольные встречи. Встреча через три месяца. Мы завершаем программу по снижению веса. Я благословляю людей на стройность. Уже все. В стройную жизнь отправляю. Завершение программы. Мы ставим точку. Рассказываю про фиксацию веса. Все вот эти наши традиции и ритуалы. И, значит, женщина в программе, Сергей Михайлович, должна исповедаться. Прям покаяться должна. Не честна я была с вами, Сергей Михайлович. Не честна. В течение этих трех месяцев. Обманывала я вас, Сергей Михайлович. И иногда жрала и не записывала. И, говорит, и знаете, что самое удивительное, Сергей Михайлович? Я офигел. Я сбросила вес. Я, несмотря на это, даже сбросила вес. Это же какая замечательная... Что бы было, если бы я все соблюдала? Как бы хорошо, какой бы был прекрасный результат? Я прям просто удивлена и в шоке. Вот если бы я... Но, Сергей Михайлович, должна покаяться. Вот завершаем программу. Пусть между нами не будет недосказанности. Жрала и не записывала иногда. Ну, что греха таить? Ну, я знаю, что иногда люди делают. Но все равно, когда человек в программе, когда человек принял вот это решение, что все, я сбрасываю вес. Иду, взять и обожраться. Ну, здрасте. Ну, что к чему? Уже как-то... Какая-то борьба мотивов там внутри. Что-то... Уже как-то думает человек, прежде чем съесть или не съесть. Но! Поэтому мозг наш использует всякие хитрости. Он говорит, хорошо. Обжираться не будем. Все, хорошо, хорошо. Я понял, что ты решительно настроена. Я понял, обжираться не будет. Давай выпьем. Обжираться сухого. Вот прям сухого. Прям выпьем, чтобы... Ну, все равно же мы не обжираемся. Для рывка. Значит, для... Без бокала нет бокала. Чтобы вот как... А потом все оттанцуем. Оттанцуем все, все калории сожжем и так далее. Если что-то там, какой-то глоточек, да... В чем проблема алкоголя? Алкоголь может давать ступеньку на 3-4 дня. То есть, вес стоит на месте. Употребление алкоголя часто вот нам дает вот такую ступеньку. И как бы иногда... Один раз не жарабас. Ничего страшного. Иногда не страшно. Но если она там крепко приняла, если она там зачистила, если у нее каждый день праздник, то, конечно же, это влияет на темп снижения веса. Поэтому как бы, ну... Не то, чтобы я какой-то старовер и отговариваю людей от алкоголя, но алкоголь может замедлять снижение веса и провоцировать вот это вот неправильное пищевое поведение. Ну, то есть, обжорство. Соответственно, друзья мои, ну что я могу вам тут рекомендовать? Подходите к дискотеке. Подходите к дискотеке. Прям требуйте, включайте музыку, пойте громче всех, пойте на опережение. Начинайте танцевать первыми. Это же как в этом, как его, в вестерне, знаете, вот ковбои идут друг напротив друг. Кто первый стрелять? То же самое вы сейчас в гостях. Чуть сто сразу начинает танцевать. Вы уже сбросили вес. Вы уже в какой-то облегающей пришли надежде. Уже подруги там обзавидовались. Больше танцуйте. Прямо вот пойте песни. Чем дурнее, тем лучше. Ведите себя так, как будто вы выпили весь алкоголь там. И другие не будут вам подливать. Что ей подливать? Она же, смотри, как ее, то песни орет, то, значит, со всеми мужчинами там танцует. Кого ей подливать там, уговаривать ее? Она вон какая, похудела вообще, никаких теперь границ моральных не знает. Сразу, значит, со всеми мужчинами одновременно танцует. Ну и, соответственно, очень важная мысль. Она заключается в том, что поход в гости – это не только обжираловка. А что еще? Что еще делает вас счастливыми? Что еще вот интересного, веселого в компании можно сделать? Ну, вспомните, когда в последний раз? Когда в последний раз вы танцевали? Когда в последний раз вы пели трезвыми, друзья мои? Когда такое было? А может быть прямо там, знаете, там срабатывает условный рефлекс. Ну, что это такое? Ну, помните, как у собаки Павлова, там когда лампочка, мясо, лампочка, мясо, лампочка, мясо, ну и потом лампочку уже выделяется слюна. То же самое и у людей иногда. Если она танцует, значит пьяная. Если она поет, значит уже все наклюкалось. И, знаете, вот условный рефлекс срабатывает, она начинает петь, и вдруг у нее прямо опьянение какое-то. Она там алкоголя-то не пила никакого. А мозг-то по привычке уже, значит, Владимирский Централ, там все такое. Она уже там поет, у нее уже прекрасное настроение. Рюмка водки на столе. Все, уже мозг вспомнил вот это состояние. Она запела и вошла вот в это состояние праздника. Удивительным образом это срабатывает, друзья мои. Поэтому ходим в гости со своей дурью. В хорошем смысле этого слова. Не вот в молодежном, а в нашем. То есть поем, танцуем и, друзья мои, веселимся. Подводя итог. Значит, я рекомендую в процессе снижения веса ходите в гости, встречайтесь с людьми, находите какие-то возможности для того, чтобы общаться. Не закрывайтесь. Но, когда вы идете в гости, подбирайте компанию, потому что иногда есть люди, которые прямо обжираются, и все, это единственное их развлечение. Это повышенная нагрузка. Прямо если вы идете к таким людям, будьте готовы петь на опережение. Подумайте. Может быть, у вас есть какие-то знакомые, с которыми вы могли бы разделить какие-то некалорийные удовольствия. Какие-то еще способы качественно и интересно летом провести время, кроме как обожраться. Ну и действительно ищите такие способы. А что еще делает вас счастливыми, кроме еды? Что еще? Для чего еще люди, взрослые люди могут делать вместе, что не преследуются по закону, что не обладают какой-то повышенной калорийностью. Друзья мои, вот та нехитрая мысль, которую я хотел вам сегодня донести. В общем, ходить в гости и при этом сбрасывать вес это очень важная часть программы по снижению веса, и этому тоже нужно научиться. Мне было приятно с вами сегодня общаться. Я надеюсь, все эти эфиры вы слушаете внимательно. Все выполняете и идете к стройности. Спасибо вам, всего доброго, счастья вам. Пока-пока. В эфире наше стройное радио. Субтитры сделал DimaTorzok